Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем прослушать удивительную сказку «Астрид Лингрен. Веселая кукушка». «Нет, больше мне не выдержать», – совершенно неожиданно сказала мама. «Да, и мне тоже», – подтвердил папа. Гунар и Гунила, лежавшие в детской, все слышали. Они-то хорошо понимали, что именно не могут больше выдержать мама с папой. Ведь Гунар и Гунила были больны уже целых четыре недели. Нельзя сказать, что так уж опасно больны, но все-таки им пришлось лежать в постели и чуть что звать маму. Четыре недели – это много дней и много-много часов, и много-много-много минут. И почти каждую минуту Гунар с Гунилой звали маму и просили то попить, то сказку почитать, то простыни перестелить. Потому что они насыпали туда сухарных крошек. Гунару и Гунини казалось, что дни тянутся ужасно медленно. Если приставать к маме было уже вовсе не с чем, они во все горло кричали. Мама, который час? Им надо было только услышать, скоро ли раздастся уютный и бодрящий удар часов, возвешавших, к примеру, время, когда им принесут сок или булочки, или когда вернется домой из банка папа. Но теперь и папа сказал, что он больше не выдержит даже он. Я думаю, решил он купить детям собственные часы. И завтра же, тогда по крайней мере, они не будут больше спрашивать, который час. Следующий день оказался полным ожидания для Гунара и Гунины. Им было еще труднее обычного спокойно лежать в постели. Интересно, какие нам купят часы? Может, будильник или красивые часы из геликарлии? Но когда папа наконец-то пришел домой и развернул пакет, который принес с собой, то в нем не было ни будильника, там были часы с кукушкой. Папа повесил их на стену в детской и не успел он это сделать, как стрелки показали уже шесть часов. И тут... Нет, такого вам видать не доводилось. В часах отворилось окошечко, и оттуда выскочила маленькая деревянная кукушка. Она послушно пропила шесть раз, чтобы все знали, сейчас шесть часов, не больше и не меньше. После этого она снова исчезла, и окошечко за ней захлопнулось. Папа объяснил детям, какой механизм у этих часов, и почему деревянная кукушка может выскакивать из окошечка и петь. И рассказал, что такие вот часы с кукушкой делают в Швейцарии. Удивительный подарок, подумали гунар с гунилой. До чего же интересно лежать в ожидании, что часы пробьют и семь, и восемь, и десять часов. Да, честно говоря, брат с сестрой не заснули даже в десять, хотя мама уже давным-давно заходила в детскую пожелать им спокойной ночи и погасила свет. Правда, по-настоящему темно в детской никогда не было, потому что ребятам посчастливилось, как раз под самым их окном стоял уличный фонарь. Жутко повезло. Подумали гунар гунилый. Когда стрелки часов показали десять, выскочила кукушка и пропела десять раз. Точно и аккуратно, как всегда. «Как ты думаешь, откуда она знает, сколько раз ей надо прокуковать?» Поинтересовалась гунара. «Эх ты, ясное дело от чего. Папа же говорил, это механизм работает». Но тут случилось самое настоящее чудо. Окушечка часов снова распахнулась, и оттуда выскочила маленькая деревянная кукушка. Все только болтают, механизм да механизм. Есть на свете такое, что называется способности к математике, и они у меня есть. Это означает, что я умею считать. Да-да, умею. Гунар и гунилый сидели в своих кроватках, точно оршин проглотили, и только смотрели во все глаза. Они думали, что может им все это только снится. «Она, она умеет говорить», – прошептала наконец гунар. «Ясное дело, я умею говорить», – сказала кукушка. «Неужто ты думаешь, что я умею только куковать?» «Нет, я очень дельная и вежливая». Она слетела вниз и уселась на край кровати гунара. Где только на свете я не побывала, чего только не видела. Как подумаю, у самой иной раз голова кружится. Гунар и гунила еще больше вытаращили глаза. А разве ты не приделана к часам? Конечно, нет. Это только люди так думают. И тут как раз явилась мама узнать, почему такой шум в детской. Кукушка проворно исчезла, с треском захлопнув за собой окошечко. И появилась снова, когда мама уже давным-давно ушла. А почему ты не покажешь маме, что ты живая? Это тайна. Тайна, которую можно знать только детям. Взрослые люди ни в коем случае не должны в это верить. Они-то думают, что все кукушки в таких часах деревянные. Ха-ха, сами они деревяшки. Вот они кто, не будь я веселая кукушка. «Веселая кукушка» – это прозвище и очень подходит, подумали гунар с гунилой. Они все больше и больше радовались своим новым часам. Летая взад-вперед по комнате, веселая кукушка оживленно болтала с детьми. «Поклянитесь, что никогда никому не скажете, что я живая», – потребовала она. «Если только вы это сделаете, я никогда в жизни не скажу вам больше ни слова, а только буду петь который час. Кстати, лучше, если вы сейчас же ляжете в постель, а иначе я боюсь проспать. Так тяжело просыпаться, когда нужно выскакивать из окошечка в 3 часа ночи. Собственно говоря, мне нужен был бы будильник». И веселая кукушка исчезла в своем окошечке. На следующее утро гунару с гунилой, как обычно, принесли завтрак в постель. Пока они завтракали и пили чай, мама сидела рядом. Веселая кукушка выскочила из окошечка и пропела 8 раз. Но она, конечно, не сказала ни слова. Она только подмигивала одним глазком детям. Гунар и гунилой восхищенно переглянулись. «Нет, им это не приснилось. Кукушка и вправду живая. Просто чудо, на удивление, живая». Мама гунары и гунилой все больше и больше удивлялась по мере того, как день приближался к вечеру. В детской никто не кричал и не требовал воды или сказок. Порой оттуда доносились таинственные восторженные смешки. Время от времени мама заходила в детскую посмотреть, что там происходит. Но тогда дети чинно сидели в своих кроватках. Только щечки их необычно разовели, и, казалось, они втихомолку посмеиваются. А почему мама никак взять в толк не могла и обескураженно возвращалась на кухонь? Откуда ей было знать, что кукушка как раз начала показательные полеты перед гунаром и гунилой? Громко распевая, она низко летала над их кроватями и кувыркалась в воздухе. Гунар и гунила просто визжали от восторга. Потом веселая кукушка сидела на подоконнике и рассказывала детям обо всем, что видела за окном. На улице красиво падал снег, торопливо проходили дети, нагруженные пакетами, ведь скоро Новый год. Гунар и гунила вздохнули. А мы не можем купить в этом году новогодние подарки. Да, потому что нам нельзя вставать до самого праздничного вечера. Ну, это я улажу, обещала веселая кукушка. Отворите мне только окно, и я мигом слетаю за подарками. Но у нас нет денег, есть только совсем немножко. Это дело я тоже улажу. Я могу снести золотое яичко. Сегодня ночью я снесла уже три штуки. Они лежат наверху в часах. И раз, она взлетела вверх, забралась в часы и снова вылетела оттуда с прелестнейшим крошечным золотым яичком в клювике. Она вложила его в руку гунилы, и девочка подумала, что ничего красивее ей в жизни видеть не доводилось. Пожалуйста, оставь его себе, сказала кукушка. Я потом снесу еще. Ну, а теперь отвори окно, и я слетаю к домовым за новогодними подарками. В Стольгольме никаких домовых нет. Сдается, вы не очень-то знаете о том, что есть в Стольгольме. А чего там нет, сказала веселая кукушка. Беда в том, что ваши глаза не видят, а уши не слышат. Иначе вы бы сами увидели, как эльфы танцуют весенними вечерами и слышали, как домовые работают в своей мастерской в Старом Ороде перед самым-самым Новым Годом. О! – воскликнули гунар с гунилы. И поспешно открыли окно, чтобы веселая кукушка смогла слетать и купить новогодние подарки в мастерской у домовых. Целый день летала она взад-вперед с золотыми яичками и пакетами. Это было и вправду нелегко, ведь кукушке приходилось еще следить со временем и вовремя петь. «Какие чудесные подарки она приносит!» – думали гунар с гунилой. «Брошку с браслетом для мамы, бумажник и перечинный ножик для папы, а сколько прелестных игрушек для кузин!» О! – да чего ж интересно было открывать пакеты! А как приятно с веселой кукушкой! Единственное, что беспокоило гунар с гунилой – как объяснить маме с папой в новогодний вечер, откуда взялись эти подарки. Но брат с сестрой говорили, что сделают таинственный вид и скажут – это страшная тайна! «Пусть думают, что хотят!» Незадолго до восьми часов вечера пришла мама пожелать детям, которые весь день были такими послушными и спокойной ночи. Веселая кукушка была в тот момент как раз в очень игривом настроении. И прежде чем влететь в окошечко часов и захлопнуть его за собой, она прошептала детям – «А теперь мы немножко подшутим над вашей мамой!» Когда мама подоткнула одеяло детям на ночь и сказала – «А теперь спать?» Уже восемь часов. В тот же самый миг окошечко часов открылось, и оттуда выглянула маленькая деревянная кукушка. А потом она запела. Она пела и пела. И не восемь раз. Она прокуковала целых двадцать шесть раз. Мама сидела совершенно ошеломленная. «Что это значит?» Должно быть, механизм у часов немного испортился. «Ага!» – сказали гунар с гунилой. «Наверно!» И, забравшись под одеяло, громко расхохотались. «Ага!» «Ага!» Субтитры создавал DimaTorzok